доброго времени суток мои дорогие зрители пришло время кофе я насыпаю чайную ложку кофе чайную ложку сахара заливаю горячей водой не обязательно кипятком хорошенько все расколачиваю и наливаю молоко в равных пропорциях с кофе молочком у нас теплые не горячие на днях покупали вот такой чай здесь прилагалась ложечка подарок ну прошло два дня и почему-то затупила посмотреть на эту ложку и только что муж говорит ты ложку там смотрела попалась или нет и действительно да ложечка попалась сейчас ее вместе с вами посмотрим класс прикольные вот так здесь вот майский так что здесь написано щирый дедусь а причем щирый дедусь и смайлик щедрый дедушка хочу закрыть компотом абрикосы собрала их с дерева сорвала потому что на компот нужны плоды плотные так что они можно так сказать полу зеленые как раз на компот то что надо ну не зеленые они нормальные на компот вот буду перемевать перемывать сейчас построю и воды и сразу баночки складывать где-то половинку на баночке трехлитровой уже баночки промыты содой твою жду пока закипит эта вода 5 очень долго закипает уже мои баночки ждут пока их залью кипяточком короче закрывать буду какие сливы пью черный чай вот такой батончик хруст 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 да хруст и печенюшку вот такую типа крекерная очень вкусная что-то на ней написано крем крона крекер очень вкусная такой слоеная такая печенюшка как вы думаете что это это порванный носок марьянки сижу зашиваю дырочку и на носочки носки идеальные еще и через одну дырку выбрасывать носки я думаю нет смысла так как у меня марьянка каждый день новых носках бывает и по две и по три пары меняет потому что она гоняет везде и как-то она умудряется их быстро пачкать я просто в шоке и уже просто сил нету их стирать и шить вот кто еще зашивает носки пишите в комментариях я знаю некоторые наверное из-за такой дырочки и выбрасывает сразу же их вот и хочу показать как же я дырку зашиваю необычно а у меня новый шов появился посмотрела когда-то на ю тубе мне он понравился и зашиваю все практически таким способом и так вот наша дырочка шьем с лицевой стороны этот способ очень крутой я таким способом шитья только и пользуюсь зашивает любую дырку и практически не видно что там что-то было желательно широко не отступать чем ближе друг другу тем лучше ну златуня кричит Да, на камеру, конечно, неудобно. А! И сейчас наступит тот момент фокуса, который вы сейчас увидите. Так, как-то нужно его... Так вот, оп! Смотрим внимательно, что получается. Все, наша пяточка зашита. Даже незаметно, что здесь что-то было. Мой компотик с абрикосов. Только не пойму, почему здесь на дне абрикосов. Абрикоски, а там кверху. Нужно, наверное, фото уже ставить. Баночки то остыли, сейчас в погреб отнесу. Мне кажется, из-за тепла они уже поднимаются кверху. Надеюсь, не повзрываются. Крышки не вздутые. Надеюсь, не взорвутся. Абрикосовый компотик. Хочу поделиться своим любимчиком для кутикулы. Это масло авокадо. Я его использую для кутикулы, когда вижу, что кутикула уже имеет вид сухости. Сейчас похолодало. Я заметила по себе, что у меня начали сохнуть пальцы и кутикула. Вот, помазала. Теперь как выглядит кутикула моих ногтей. Да, скоро буду менять маникюрчик. Уже, думаю, в следующем влоге или через влог буду уже с другим маникюром. Так что рекомендую. Видно, написано арома. Арома, наверное, для аромала. Масло натуральное, растительное авокадо. Состав натуральное масло авокадо с природными витаминами, лецитин и жирные кислоты. Хочу себе купить масло на Алиэкспресс. Такое, что кисточка идет как фломастер или как сказать. Вот, что оно закончится, я хочу туда заливать потом это масло. Так я купила в прошлом году срок годности. Здесь еще вроде где-то смотрела, не заканчивается. А вот здесь до 10 месяца. Капец! Девочки, как вы скажете, если срок годности заканчивается вот такого масла, то можно ли его и дальше использовать? Я думаю, в принципе, можно. Запах у него нормальный. Как я вам? Красотка! Все натуральное. Фух, устала я морально. Только что снимали с Марьянкой видео на ее канал. Видите, она не захотела вторую прическу снимать. Если бы она не крутилась, было бы идеально. Так она крутилась и немножко местами кривовато вышла. Ну, на видео снимать это тяжело. Думаю, поймет каждый. Все, пошла я Злату укладывать спать. Увидимся в следующем моменте. Птенцы, оказывается, думала, улетели, а они вот где из гнезда уже повылазили. Где-то лазают здесь. Уже мама их видела и маму на ветках. И мама их пытается, наверное, уже научить летать. Они маленькие, конечно, мне кажется. Хочу вам показать, но что-то я его не вижу. Так, один вот сидит. Ой! Я испугалась. Маленький. У них такие клювы большие. Маленький, а клюв большой. Кстати, в прошлом году мы вишню спиляли, и гнездо упало, и птенцов ловили. Они так орали, и птицы как напали на нас, думала, будут клевать. Испугалась очень сильно. Короче, вот так. Я накинула домашний халат. Но что-то холодно сегодня на вечер на улице. Серега в гараже ковыряет. Корни земли выкапывает. Так. Топит воск. Воскотопка самодельная. Вот. Так что такие дела. Причем он наше. Он у нас просто прибегает. Бачишь, наше. Офига. Он у нас просто прибегает поесть. Едем на поле по кукурузу. Это Риан. Риан? Прямо так под боком. Ты говоришь, дорога погана. Что, она погана? Нормально? Да, тут просто дальше. Дальше? А если тут на ату, бачишь? Потому что там ямы какие-то есть. Псы. Ага. Ой. Мы на другую сторону. Ага, на другую. Да, да. Мы же маму покажем. Приехали. Да, а то выпускали. Ага, кукурузы тут немедленные. Опа. Такая у нас старая у нас есть. У нас уже жесткая будет. Такая жовта, как отварится, да? Угу. Попробуем, короче. Ну так, выбирай там, где нет. Вот у нас вся такая. Вся? Мне кажется, нет. По корешкам вот этим, по волосикам, дивись. Воно должна быть типа зелене. Если воно зелене, то воно нормальное. Если воно суховатее, то воно будет... Да. Да нет. А, ну есть маленькие корешки. Надо, короче, шукать. Кукуруза, наверное, метра три, да, высотой? Ну да, вся такая. Да и подходят сзади машины. Задним колесом тырнув. Кажу, что узенький. Сижу, монтирую. Нужно же закрыть влог. Так что хочу с вами прощаться. Завтра его утром открою. Ночью поставлю на загрузку. Спасибо, девочки и мальчики, что меня смотрите. Только смотрите, пожалуйста, честно. Если вам не интересен мой канал, подписывайтесь, уходите. Ну, писать в комментариях лайк и просмотр мне мало вероятно, чтобы вы смотрели его до конца. Лучше уже уходите. Мне такие подписчики не нужны. Вот. Что я хотела сказать. Так что, кому интересен мой канал влоговый семейный, здесь не только влоги, здесь и лайфхаки буду, хочу снять. У меня идея есть одна. Двух видео в будущем. Не знаю, на днях попытаюсь снять. Вот. Короче, всем пока и до новых видео.